Мамулючка, мамулючка, пожалуйста, за тобой. Там прям, она сбежала. В доме на проспекте Буденова живется хорошо, но не людям, а крысам. Я вообще стараюсь по подъезду не ходить. Я вот добегаю от своей квартиры до лифта и обратно. Грызуны заставили жильцов подчиниться и жить по их правилам. Мы, когда выходим из подъезда, мы стучим по дверям, чтобы распугать, скажем так, жителей вот этих вот серых, потому что идем топаем, шипим. Крысы, мусор на лестничных клетках и ночлежка бомжей – все это Анастасия и ее соседи по подъезду видят каждый день. Действительно бомжатики настоящие? Вот, вот видите? Сколько милиции вызываем? Сколько милиция гоняет? Это же вообще невозможно. Вот скажите, скажите. Это хорошо будет в завод, вы сейчас дышите нормально. Управляющая компания на антисанитарные условия в подведомственном им доме закрывает глаза. Войну с вредителями жильцы ведут сами. И пока в ней проигрывают. Я очень прошу программу ЖКХ обратить внимание на наш подъезд, на наш хороший дом, добротный, сталинской постройки. Замечательный дом, который превращен в бомжатник. И мы ничего сделать не можем. Я попросила адвоката Ивана Сафроненко помочь Анастасии и ее соседям. Вот вы посмотрите, где мы живем. Это просто катастрофа. Это грязь, крысы. И это на каждом этаже. Дети боятся выходить из квартир, потому что крысы забегают в квартиры внутрь. Это просто катастрофа. Полное бездействие каких-либо инстанций. Мы просто не знаем уже, куда обратиться. Хорошо, мы поможем вам. Если вы согласны, то мы снабдим вас специальной аппаратурой и вместе с вами пройдем по всем инстанциям. Я согласна. Встреча нашей героини с адвокатом произошла всего лишь две недели тому назад, но уже сегодня они готовы нам рассказать, удалось ли чего-то добиться за это время. Живут как хозяева, но не люди, а крысы. И в нашей сегодняшней программе мы будем говорить о том, как выстоять в борьбе с этими грызунами. Анастасия, Иван, проходите, мы ждем вас. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я приглашаю к вам в студию наших сегодняшних экспертов. Встречайте. Уважаемые эксперты, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Настя, когда у вас появились крысы? Ну, они вот такое засилье, настолько совершенно невыносимое, это где-то 2-3 года. А где основное их место? Подвал? Нет, далеко нет. Это этажи и лестничные клетки, вплоть до того, что крысы агрессивные забегают в квартиры. Угу. Скажите, это правда, что даже дочку свою маленькую вы на руках только вносите и выносите из дома? Да, у нас это целая история. Для того, чтобы собраться выйти на улицу, мы убеждаем ее, что мы обязательно понесем на руках, будем стучать по лифту, по стенам и повсюду, цыкать, прыгать и ногами топать. Маленькая, как тебя зовут? Скажи мне. Василина. Василина, а ты боишься этих крыс? Да. А почему? Они же серенькие, маленькие, хорошие. Они же животные такие же маленькие, их не надо бояться, просто нужно их заставить жить там, где они должны жить, правильно? Да. Иван, а куда вы пошли для того, чтобы все-таки от крыс избавиться? Да, в первую очередь мы обратились в Десса, Соколиная гора. Давайте посмотрим, что там происходило. Да. Здорово. Здорово, так и думаю. Там у вас каждую неделю завязываются. Дальше неделю. Очень хорошо, и что? Машелух, Казахстан, я тоже поставлю. Даже не год они ходят у нас. Я знаю, я знаю, 30-й дом, это вот самая проблема. Ну, а что вы мне предлагаете? У меня ребенок не выходит из дома. Ей 4 года, она плачет перед тем, как не нужно выйти из дома. Мы платим к вашему плату, очень неправно. И мы платим, грубо говоря, получается, ваши заклады отлачены нами. И получается, что вы радуете руками и говорите, что, ну, ребят, а что я вам могу, что помочь-то, я вам ничем не могу. Скажите, пожалуйста, а когда вы последний раз травили крыс, проводили дератизацию? А когда вы последний раз крысы были травлены? Можно 2 недели назад травить? Спасибо. Да, я прекрасно понимаю. Нет, я тоже понимаю вас. Если бы я это дома, у нас была единственная проблема, где-то это крысы постоянно, понимаете? Делать ничего нельзя, да? Вы их травите, а они не травят. Да, в том числе. Как же? Не мы их травим. Страят из страны, где-то в станции. А то, что дают отраву, то они дают порошок. Они не закусывают уже, они жрут. Слушайте, а что в 21 веке не изобрели той отравой, которую крысы не закусывают, а все-таки отравляются? А вообще как-то и грызунов-то этих жалко, ведь они не виноваты, что очевидно такая антисанитария в этом доме, что им там разрешают жить. Вот что можно об этом сказать? Во-первых, крысы селятся всегда там, где вода. Скорее всего, проблема коммуникаций, влажность. Крысы селятся там, где достаточно хорошая питательная база. А давайте узнаем, у вас есть в подвале сырость какая-то? У нас там есть сырость, и более того, там есть питательная база, у нас бомжи там. Я не специалист по крысам, но она, вот насколько я слышал, она что-то там съела, 2-3 поколения умерла, а для следующих крыс это уже становится уже питанием, да, нормой. Но она уже без этого и отдай жить не может. А у этого разговора есть продолжение, давайте посмотрим. Ну давайте, может, все-таки без первых лиц государства с крысами хотя бы справиться, да, вот у нас тут здесь присутствует врач-дезинфектолог, это Ольга Евгеньевна. Вот как справиться с таким количеством крыс в городских условиях, да еще каких-то мутирующих, которым все ни по чем? Ну, в общем-то, это миф, что крысам все ни по чем. Главное, чтобы приманка была поедаемая, потому что... То есть это все-таки неправильно работает этот пункт, да? Ну, с одной стороны, здесь я вижу как бы такая обоюдная проблема. Вот извините, я живу за городом, уж там-то крыс полно. Ну, а я знаете, как справляюсь с дедовским методом? Я осенью собираю репейник, обкладываю все места, где они могут влезть в дом, и ни одной крысы нет. За границей есть такой метод, но биологически, когда, например, хвойники крысы не любят, то есть даже за счет того, что... Полынь, хвойники, репейники. Дом обкладывался, да, хвойниками, обсаживался, и только после этого крысы как бы не подходили к дому. Нет, ну извините, вы же в Москве, какой хвойник, какой репейник. Я в Нью-Йорке бегал, был, вот такие вот крысы перебегают дороги. Ну, вообще, конечно, крысы нужно лишить кормовой базы, это привести в порядок, мусоропровод, убрать бомжатник, убрать источники воды. После поедания приманки крысы, в общем-то, отпиваются, и эффективность естественных дартизационных мероприятий снижается очень сильно. Извините, а у меня вопрос к вам. Вы только ограничились своими действиями походами в ДЭС, или сами, может быть, ну, если ДЭС не реагирует, но это же дети все-таки ваши. Саша, может, как-то собраться подъездом этим бомжам как-то надавать? Вы как-то боретесь с сами, как-то почистить. Разумеется, борете. Сами, что вы делаете? Травить, мы их не имеем права, да, раскидывать яд. Я обращаюсь в санэпидемстанцию. Санэпидемстанция говорит, на данный момент, информация такая, что...